Привет, друзья! Меня зовут Коншин Владимир, канал JD Hoops. Сегодня обзор КД-11. Интересно, я правильно сказал КД-11? КД-11. Короче, это кроссовки Кевина Дюранта, уже 11 модель. Сейчас, когда анонсировали 12, уже их видели, я почему-то решил вам показать КД-11. В руках их не держал никогда, поэтому, как с вами, с вами буду изучать, что это, как это, как с этим жить. Вверх этих кроссовок, вверх этих кроссовок, похож на варежку. Не, ну честное слово, они какие-то плюшевые, они такие мягкие, разные, конечно, плотности. Например, здесь он прям мягкий, тянущийся, специально, чтобы можно было влезть в них. Здесь он уже твердый, чтобы нога держалась, никуда не бегала. Когда вам наступают на ноги, или вы задеваете паркет, чтобы не повредить ногу. С боков он тоже мягенький, толстые, толстенные. Я таких вообще не видел. Шнурки, похожие на веревку вообще. Чтобы влезть в эти кроссовки, нужен крючочек. Крючок вот здесь. Суем ногу, залазим. Там внутри у нас вот такая стелька. Супер классическая стелька. Тут залеплена она, конечно, ярлычком, но под ней роспись КД. Классическая стелька обычная, совершенно тут даже обсуждать нечего. Под ней, под стелькой, под стелькой у нас слой укрепления, да, но он мягкий, что удобно, что приятно. Обычно зашивают так, что не чувствуешь потом промежуточную подошву. И не можешь понять, а купил ли кроссовки с фуллзумом, или просто на рынке тапочки. Потому что зашили так, что не поймешь, что там фуллзум, фуллбуст, хоть что там, хоть Nike React. Кстати, Nike React считается, что здесь промежуточная подошва, полный зум. Ну, его вообще видно, по идее. Вот беленькая, сквозь прозрачную подошву видно. И какие-то технологии Nike React используем, которые они в гиперданках там использовали пару лет назад. Ну, или год назад, я не помню, если честно. Но Nike React это, в общем, тоже промежуточная подошва. Возможно, ну, по ощущениям, возможно, это она. Так что здесь используем полный фуллзум по всей подошве. Технологии Nike React где-то. Ну, я не подозреваю даже, куда тут можно засунуть Nike React. А зум артикулированный маленько. И он совпадает с подошвой, с рисунком подошвы. Можно увидеть. Излом вот эти вот желобки. Это для этого. Сама подошва с рисунком, волнами. Никакой тебе елочки. А то везде елочки свои делают и делают. О! А я сразу не заметил. Здесь на пятке. Легко-слегко виднеется логотип. Кио-Нодеранта. Ки-Ди. Здесь у нас указано в окошечке. Что используется? Внешнее усиление. Ну, как бы, опять, вот что это? У вас часто здесь кроссовки рутся? Ну, кстати говоря, от движений вправо, влево. Ну, вот резких движений боковых. Если у вас острые ногти. Ну, или вы играете в кроссовках полтора года. Что вполне нормально. Я не осуждаю. Я просто к тому, что здесь, да, действительно, может протираться. Так что, может быть, это усиление даже имеет смысл. Здесь усиление тоже. Пятка у нас визуально сделана тоже вот таким усилением. Под, я даже не знаю, на кожу это не похоже, как синтетический материал. Логотип Найка. Тканевый, полностью прошитый. Такая вот такая маленькая деталь. Якобы сшита пятка. Логотип Кинодуранта. Красивая довольно-таки деталь. Маленькая такая кнопочка. Тоже якобы она держит материал. На ней металлическая, судя. Ну, да. На ней римский Ми-11. Забыл сказать. Внутри есть подушечки для пятки. Чтобы нога не убежала наверх. Но вообще ей убежать тут даже некуда. Если вы зашнуруете плотненько, то кроссовки у вас просто как влитые будут. Что меня смущает? Это очень твердая зашитая подошва. Ну, смотрите. То есть зум-то вот он внутри. И насколько он забит туда прям. То есть она не мягкая вообще. То есть я даже продавить не могу ни на сколечко. Соответственно. Куда зум-то двигаться? Там у него есть, конечно, зум в этом и зум. Там у него есть куда раздвигаться, когда вы наступаете. Но, значит, есть этому и предел. Не знаю, как будет на ощупь это все. Как будет ощущаться. Ну, вообще состав Full Zoom Air не подводил еще никого. Здесь я увидел на крючочке вот этим кругом, чтобы одевать. Тоже римскими. 35. Не эксперт я в найках. От слова совсем. Так что, если звучит профански, когда я рассказываю про них, так оно и есть, ребят. И если я что-то говорю неправильно, пожалуйста, подсказывайте в комментариях. Советуйте. С удовольствием почитаю. Даже гневные почитаю с удовольствием. Забаню, конечно, по-другому. Херам собачьим. Но почитаю. Спасибо за просмотр. Это был канал JD Hoops. Это были Nike Zoom KD-11. Меня зовут Кунши Владимир. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok